Сегодня шумного соседа, с которым никак не удается найти общий язык, можно привлечь к административной ответственности. С мая по июль с жалобой о нарушении закона тишины в правоохранительные органы обратилось 17 царовчан. Пяти нарушителям выписали штраф, трое отделались предупреждением. Девять протоколов сейчас на рассмотрении в суде. В Конституции есть такая статья 17, где сказано, что осуществление прав граждан не должно нарушать права и законы интереса других граждан. То есть никому не запрещено не петь, не слушать громкую музыку, но эти права не должны нарушать права других людей. Согласно закону о тишине и покое, принятом в 2015 году на территории Нижегородской области, шуметь запрещают с 22 до 7.00, в будни и с 23.00 до 10.00 утра, в выходные и праздничные дни. В это время нельзя громко петь, слушать музыку, играть на музыкальных инструментах, кричать, топать, свистеть, двигать мебель. Все это под запретом и в тихий час с 12.30 до 15.00. Ремонт разрешают делать до 20.00. К шумным действиям относятся в том числе использование пиротехнических средств. Но в законе есть ограничения. Это не распространяется на периоды с 22.00, 31.00 до 3.00, 1.00 января. И с 21.00 до 24.00 часов 9.00 мая. То есть означает, что в это время можно запускать фейерверки и так далее. Нарушители спокойствия сначала предупреждают, если ситуация повторяется, то штрафуют. Граждане отдадут в казну от 500 до 2000 рублей. Должностные лица от 1000 до 4000. Юрлица могут заплатить от 5000 до 20000 рублей. Если подобные случаи повторяются снова, то сумма увеличивается. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.